Фестиваль, ставший традицией. Красно-белый Новый год в очередной раз собрал на одной площадке воспитанников футбольной школы «Спартак» их родителей и тренеров. На спортивном празднике работала Луиза Идиазарян. Собраться всей дружной командой перед Новым годом, подвести итоги и, конечно, сыграть футбол. Без него не обходится ни одно мероприятие «Спартаковцев». Масштабный фестиваль на этот раз собрал 780 юных спортсменов. Это чуть меньше половины общего количества воспитанников школы. Мы видим на трибунах потрясающий перформанс, поддержку, уверенность, которую зрители передают с трибун своим детям. А в глазах детей видим радость. И вот я всегда говорю, что «Спартак» это не только про спорт. «Спартак» это выручка, единство, помощь друг другу, помощь слабому, стремление к сильному. И каждый год мы видим, что наши дети становятся все более уверенными, более сильными и обретаются новых и новых друзей. Этот фестиваль – юбилейный. Пятый по счету в футбольных матчах приняли участие дети от 7 до 14 лет. Каждый юный спортсмен ушел с этого праздника с грамотами и подарками. Я занимаюсь футболом с пяти лет. Получился хорошо играть, хорошо бить, хорошо давать пасы. В защите играть, в полузащите, в нападении слева, справа. Я хотела бы желать всем здоровья и хорошего Нового года. Новый год – это время подведения итогов. В 2023 для футбольной школы «Спартак» оказался плодотворным и знаковым. За этот период все отделения и филиалы сыграли 1600 матчей. Это около 80 тысяч часов, проведенных на футбольном поле. И самое главное событие уходящего года – открытие футбольного манежа на территории 21-й школы. Уиза и Гязырян, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.